Томсо, скажи, как ты думаешь, может ли Кремль убрать Кадырова и его окружение путем спецопераций тогда, когда это будет нужно? Ты не думал об этом? Думаю, будет справедливо сказать, если бы не Рамзан Кадыров, то кто бы отстроил республику, ведь каждый десятый коррупционер. Привет, Томсо Кадыров говорил, что ты болтун и что на тебя не стоит обращать внимание. Как ты считаешь, он действительно так думает? И если нет, какое твое мнение, как он считает на самом деле? Ас-саламу алейкум, ах и если Рамзан публично прощение попросит тебя, ты простишь его? Добрый вечер, Томсо, расскажи, пожалуйста, как там живется в Швеции, уровень жизни, цены и так далее, что сейчас с модной болезнью, принуждают ли к уколам, а ты сам припивался? Добрый вечер, в Швеции живется хорошо, уровень жизни здесь высокий, выше, чем в тех же странах Центральной или Западной Европы, на Скандинавии выше уровень жизни, соответственно и цены здесь выше, но соответственно и зарплаты у людей выше. В общем, выгодно, допустим, если ты живешь, ну скажем, работаешь в Швеции, в Норвегии или в Дании, а тратишь, например, в Польше или в Германии, то тебе выгодно. То есть, зарабатывать в этих странах, а тратить в других странах, это тебе выгоднее, но на урод, если ты живешь, то есть, тратишь в Швеции, а зарабатываешь, скажем, в Польше или в Германии, то нет, это будет сложно, невыгодно. Если из стран Скандинавии играть, то, по-моему, в Норвегии сейчас самые высокие зарплаты, но жить в Норвегии тоже как бы дороже, чем здесь, в Швеции. Что сейчас с модной болезнью? С модной болезнью, да вроде ничего здесь не было никогда, каких-то жестких мер борьбы с этой болезнью, каких-то локдаунов, масочных режимов, здесь никогда этого не было и нет, поэтому все очень просто, никакого принуждения к прививанию здесь нет, прививки они добровольные, хочешь делаешь, не хочешь не делаешь, никаких ограничений, связанных с тем, что ты не привит, тоже нет, то есть, ты будучи непривитым, свободно посещаешь любые общественные места, будь то рестораны, магазины и прочее, просто в других странах Европы с этим есть проблемы, например, в Бельгии не пускают в рестораны, если ты не привит, или тест тебе нужно иметь, что ты не болен. В общем, в этом плане Швеция очень комфортная страна, а что касается, прививался ли я сам, я бы не хотел эту тему комментировать. Почему выбрали ли я политвупережья именно Швецию? Ну, так получилось, я на самом деле, ну, не было такого, что я вот сел, там, открыл карту и стал выбирать себе страну, у меня не было такой возможности, приходилось действовать из тех возможностей, которые у меня были, а возможности, они были очень такие скудные. Когда я с Грузии, например, вылетал в Польшу, ну, там выбор был вообще невелик, Польша, Латвия, по-моему, или Литва, какая-то прибалтийская страна, из них я выбрал Польшу, потом уже из Польши, когда дальше двигался, Швеция, она тоже... Короче, так получилось, выбор был на самом деле не сильно велик, но, как оказалось, выбор был сделан очень правильно, ну, Аллах так устроил, что привел меня в Швецию, которая действительно оказалась в моей ситуации именно той страной, которая мне нужна. Томсо, чеченцы, живущие в Европе, работают на благо той страны, в которую уехали, и чем вообще занимаются? Конечно, работают, платят налоги, каждый в своей стране, здесь многие чеченцы являются уже гражданами этих стран, работают, платят налоги, как-то созидают, конечно. Тимати, Рамзан, открывай ворота, к тебе приехала колбаса. Ламан Борс, зная сегодняшнюю Чечню, при возможности жить здесь, ты бы вернулся сюда жить, зная весь идиотизм и концлагерную систему? Смотрите, вернулся ли бы я сейчас, вот, в сегодняшнюю Чечню? Нет, не вернулся бы. Но уехал бы я, уехал ли бы я из Чечни сегодняшней, имея возможность жить там? Нет, не уехал бы. Конечно, я бы жил бы, продолжал жить у себя в республике до тех пор, пока у меня сохранялась бы вот эта возможность там жить. В принципе, я так и делал. До 2015 года я жил в республике, хотя последние пять лет были очень сложными для меня, но я не уезжал, не покидал свою страну, свою землю, свою родину. И так должны поступать все. Очень важно, чтобы чеченцы жили на своей земле. Если мы все оттуда уедем, то кто будет менять положение в нашей республике? Основная наша сила, это наш народ. И изменить это, изменять положение свое, мы должны сами. И делать это должен наш народ. Это не сделает Тумсо, Хасан или кто-то другой. Да, мы тоже будем частью этой системы, но основной силой будет и должен быть сам народ. А народ, он должен находиться на своей земле, жить. Поэтому пока есть возможность жить, нужно жить. Но когда у тебя уже все возможности нет, то есть у тебя вот ты лично, ты столкнулся с проблемой, нужно уезжать. И вот уже после того, как уехал, возвращаться обратно в эту же страну, конечно, нет, нельзя. Так, все, давайте зачитываем на последний вопрос и будем завершать. Почему в Европе закрывают глаза на то, что творится в Чечне, высылают беженцев, которым угрожает опасность, какие еще факты должны их убедить? Это процесс, который нужно постоянно, вот эту борьбу с ними вести. Да, к сожалению, мы здесь видим некоторые моменты, президенты, когда с одной стороны всякие процессы, механизмы московские, там еще какие-то запускаются по линии ОБСЕ и так далее. То есть власти европейские и общемировые говорят о нарушении прав человека в Чечне, а с другой стороны мы видим, как эти же власти отдельных стран, там Франции, например, берут и иногда даже по беспределу просто высылают людей на растерзание в Россию. Поэтому, да, это двойные стандарты, это те моменты, с которыми постоянно нужно бороться и не будет, наверное, так, что в какой-то момент скажут, все, теперь чеченцы, расслабьтесь, ну и не только чеченцы, вообще в целом выходцы из Кавказа, из России, все, расслабьтесь, вам больше не грозит депортация в Россию. И, наверное, такого никогда не будет, и нам постоянно нужно будет вести вот эту борьбу в рамках правового поля европейского. И с этим надо смириться, это надо принять и, в общем, вести эту борьбу. Вся наша жизнь борьба. Думаю, будет справедливо сказать, если бы не Рамзан Кадыров, то кто бы отстроил республику, ведь каждый десятый коррупционер. Так это Рамзан отстроил, что ли, республику? Я думал, это все по ФЦП у нас установлено. Надо будет мне снова погуглить этот вопрос. Может быть, это Кадыров за свои средства какие-то отстроил. Откуда у него столько денег, интересно было, чтобы построить республику? Потом скажи, как ты думаешь, может ли Кремль убрать Кадырова и его окружение путем спецопераций тогда, когда это будет нужно? Ты не думал об этом? Когда это будет нужно, убрать Кадырова для Кремля проблем не составит. Если вот как сейчас будет сохраняться, имеется в виду положение, то вот в нынешнем положении, например, завтра нужно снять Кадырова. Проблема это для Кремля нет, вообще не проблема. Они его отца как бы отправили на тот свет, они его в легкую оттуда, если надо, на тот свет отправят почетно при этом. Если надо, загрузят в вертолет, отвезут в Лефортово. Сегодня это не проблема, что будет завтра, я не знаю, завтра положение в целом в России может измениться, власть может ослабнуть, не знаю. Что будет завтра, в общем, мы не знаем. Сегодня это не проблема, это факт. Япон Кадырова, в Аллахе ты своими мерзкими действиями только породишь критиков типа Анзора Венского, которые будут хуже в своих высказываниях. Привет, Тумсо Кадыров говорил, что ты болтун и что на тебя не стоит обращать внимание. Как ты считаешь, он действительно так думает и если нет, какое твое мнение, как он считает на самом деле? Кадыров, он, к сожалению, непоследователен в своих, ну или к счастью наоборот, он совершенно, абсолютно непоследователен в своих высказываниях, в своих убеждениях. Поэтому он сегодня говорит, что типа там они все болтуны, на них вообще не стоит отвлекаться, обращать внимание. А потом говорит, что там, посвящает нам целые совещания. Вот сейчас, например, посмотрите с Янгулбаевыми. Они обвиняются в том, что они администрируют просто телеграм-канал. 20 с чем-то тысяч подписчиков. Для масштабов республики, для масштабов страны. Но это не настолько серьезный вопрос, если судить по высказываниям Кадырова. Но нет, он сейчас целенаправленно. Вообще вся республика занимается вот этой семьей. Делаются заявления на всех уровнях. Отправляются полицейские. И фабрикуются какое-то уголовное дело. Столько ресурсов тратится на то, чтобы бороться с теми, на кого не стоит обращать внимание. Такая непоследовательность, она очень характерна Кадырову. Это говорит о том, что у него... Ты спросил, он действительно так думает? Это говорит о том, что он в принципе не в состоянии думать. У него нет каких-то убеждений. Он может быть на тот момент, когда он говорит эти мысли. Вот сейчас они у него в голове такие. Но это не его убеждение. Это не то, что он как бы обдумал и пришел к мнению, что нужно придерживаться такой тактики и стратегии в отношении этих людей. Не обращать внимания. Это не так. Просто вот сейчас, в данный момент он разговаривал. Ему пришло это в голову. Он это высказал. Но завтра уже все. Эта мысль потеряна. У него совершенно другое мнение по этому поводу. Ты можешь убить нас, но это тебе не поможет. Хоси-юр-тур-кутам. Саламу алейкум ахи. Если Рамзан публично прощение попросит тебя, ты простишь его? Ва-алейкум ассалам. Бог простит. Он смотрит. Продолжение следует...